У нас вообще Ореховая роща такое знаковое место, место такого опритяжения как отдыхающих, так и местных жителей. Даже сегодня с утра можно увидеть много людей, которые тут гуляют. И мы все вместе с вами внесем леп туда, высадив новые грецкие орехи. Потому что у кого-то есть сосновая роща, у кого-то дубовая роща, а в Анапе такое знаковое место – это Ореховая роща. Ну давайте этим и займемся. Саженцы приобрели анапские предприниматели. Чтобы деревья лучше прижились, подготовительные работы провели специалисты зеленстроя. Себе и гостям оставили несложную, но не менее почетную работу. Юрий Поляков помог посадить сразу несколько ореховых деревьев, затем стал подкладывать в ямы символические деревянные монеты. Их принес владелец ремесленной мастерской. На удачу. Здесь же анапские бизнесмены предложили установить скульптуру с орехом. Глава города идею поддержал. Мы когда начали рассматривать архитектурные формы, мы поняли, что нет никакого смысла брать архитектурную форму там с Саратова или с Питера. У нас вот стали. Люди приезжают и не знают. Туда что-то думает человек. Только. Ну есть там предложение, но вот предложения грецкий орех не было. Не было. А для Ореховой рощи это самое. Это наше историческое такое. Да, место такое. Последние 3-4 поколения все это знают. Всего в Ореховой рощи появились 42 новых дерева шерства над парком. В Анапской торгово-промышленной палате обещают продолжить. Такая работа – часть взаимодействия с муниципалитетом, которое в организации считают конструктивным. Муниципалитет наше предложение слышит. По всем обращениям торгово-промышленной палаты с конкретными вопросами, по конкретным предпринимателям, вопросы разрешаются максимально быстро. И с какими-то концептуальными проблемами муниципалитет идет в первую очередь к нам. По словам Игоря Ткачука, сейчас идет разработка концепции развития торговой отрасли курорта при участии в том числе экспертов торгово-промышленной палаты. Освободятся ли в итоге места под новое зеленое насаждение, покажет время. Тем не менее, уже со следующего понедельника предприниматели будут выбирать следующую точку, где будущей весной появятся молодые деревца. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.